Наш город на молодежном форуме представили воспитанники Каннского центра технического творчества в количестве 8 человек. Эти ребята успешно прошли первый этап, поэтому получили возможность принять участие во втором. Юные изобретатели продемонстрировали свои работы в номинации «Сибирский техносалон». Не первый год ребята конструируют и воплощают свои идеи. К примеру, Макар Аносов придумал, как повысить эффективность угля в котлах индивидуальных строений и занялся своей работой первое место. Есть сама котельная, есть углехранилище. С помощью дымовых газов мы пускаем… Есть первый контур, который идет напрямую на улицу, и есть второй контур, который проходит под самим углехранилищем. И с помощью дымовых газов температуры 240 градусов по Цельсию мы производим сушку угля. Однако не все юные инженеры довольны итогами форума. Некоторые разочарованы своими результатами, но пускать руки не намерены. Они готовы совершенствоваться и исправлять ошибки. С данным проектом я занял второе место, получается. Ну, мне кажется, что мог бы достичь лучшего результата, если бы по-другому представлял. Потому что, например, там был мальчик, он, получается, выступал с ноутбуком, там у него была презентация. Хотя, по идее, это как выставка, я как бы негодовал немного, потому что как так? Потому что если ты хочешь выступать в презентации, то и нужно идти на конференцию, а не на выставку. А конкурентов у наших ребят было немало. Это школьники из Норильска, Ачинска, Железногорска и других городов края. Как считает руководитель сканских изобретателей Сергей Руленко, это даже плюс. Ведь они смогли почувствовать настоящую конкуренцию и посмотреть на работы соперников. К тому же на форуме присутствовали и преподаватели из вузов, которые также оценивали участников. Ребята, во-первых, у них, как у будущих, надеюсь, инженеров, конструкторов, исследователей, ученых, у них появился первый опыт презентации работ своих на таком высоком уровне, как краевой этап. И они смогут, во-первых, будут замечены специалистами из вузов. Может быть, кому-то это будет полезно для того, чтобы затем участвовать в студенческом научном обществе, в студенческих конструкторских бюро и какие-то проекты выполнять уже, будучи студентами. На этом ребята останавливаться не планируют. Впереди у них еще немало событий. К примеру, сейчас они готовят проекты для дальнейшего участия в таких конкурсах, как «Шаг в будущее» и «Юные техники России». Татьяна Тункусю, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал.